Здравствуйте, дорогие мои! Снова на канале Заметки Нумизмата. И сегодня тема нашего разговора – фальшивые монеты. Испокон веку, как появились настоящие монеты, подлинные, их стали подделывать. Российская империя ничем не отличается от всего остального мира. И здесь монеты подделывали, подделывают, и, я думаю, что еще и будут подделывать. Среди монет Российской империи можно выделить несколько типов подделки. Это подделки в ущерб обращению, это подделки для обмана коллекционеров, это подделки в качестве сувениров или же просто фантазийные монеты. Среди моих вот тут вот монет представленных, есть вот чисто сувенирные монеты, это весьма опасные монеты подделки для обмана коллекционеров, это фантазийные монеты, которых в природе не было, но отдаленно они чем-то напоминают подлинные монеты. А это опасные подделки меди. Если рассказывать о монетах отдельно и конкретно, то вот представлена монета 10 рублей. По внешнему виду вроде как похоже. И неопытный коллекционер или собиратель может подумать, что она настоящая. На самом деле эта монета даже не из золота. И если рассматривать потом гурт, то он, соответственно, ну, явно не на монетном дворе сделан. Если рассматривать эту монету, это 50 копеек 1906 года. Никто и не скрывал, что она фальшивая. И продавали ее просто-напросто в Екатеринбурге, как сувенир около известных музеев. Отличительной особенностью является абсолютно левый гурт. Вот это монеты. Это монеты для обмана коллекционеров. Для производства этих монет, как правило, используется оригинальный металл. То есть берут старые монеты того времени, утертые, потертые, гнутые, ломанные, сверленные, дырявленные. Монеты с манист, которые уже не представляют никакой ценности. Эти монеты идут на металл. После того, как получен оригинальный металл, изготовляются копии, как правило, этой матрицы для высокоточного литья. И вот эти монеты изготовлены методом высокоточного литья. Все они из оригинального металла и довольно-таки опасны. Потому что не каждый собиратель и не каждый коллекционер даже среднего уровня подготовки сможет различить и отличить, где фальшивка, а где подлинная монета. Для идентификации этих монет, как правило, используются лупы, которые используются в ювелирной промышленности, или же 20-ти, а то и 100-кратный микроскоп. Следующий тип монет — это монеты чисто фантазийные. На них фантазией является абсолютно все. Вот, например, монета вроде как пробная и вроде как Екатерина II, аж 1766 года. А вот знаменитый рубль Иоанна Антоновича. Если бы кто-то когда-то посмотрел, ну это скорее какая-то барышня изображена с бантиком, нежели младенец государь-император. Следующий тип монет — это монеты из меди. Они тоже довольно-таки опасны, и в основном их различают и идентифицируют, сравнивая клоны. Клоны — это точно такие же монеты, изготовленные тем же самым инструментом, ну в тех же самых условиях. Вот довольно-таки опасная подделка дорогой монеты пятака Таврического монетного двора. То есть здесь под орлом буквки ТМ. Для того, чтобы изготовить эту подделку, фальшивомонетчик должен был найти пятачки, оригинальные пятачки того же самого года и, самое главное, того же самого диаметра. После этого изображение старой монеты либо отжигается и уничтожается, либо просто надчеканивается поверх старого изображения, нового изображения. Для того, чтобы гурт не выдавал себя, его обтачивают. И поэтому характерным признаком фальшивых пятачков является обточенный гурт. Если обратить внимание, то вот с обоих сторон гурт обточен. Эта монетка две копейки, довольно-таки редкая, но ее выдает то, что с обоих сторон на монете линза так называемая. То есть, если бы ее изготавливали на монетном дворе, этого дефекта абсолютно бы не было. Вот даже так видно, что поле, оно не ровное, оно блестит по-разному и играет в свете абсолютно по-разному. И середина абсолютно провалена. А это тоже известная подделка, ее много и везде показывали. И в основном идентифицируется она только по изображению и по дефектам, которые присутствуют на инструменте. На этом коротенько все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Жду вас снова.